Новые аресты в Крыму И о том, что происходило 19 и 20 числа, напомнит Юрий Петрушевский. И блокировать входы и выходы в администрацию президента. Первые столкновения произошли вечером, когда депутаты попытались прорваться за кордон. Полиция их оттеснила. Позднее часть протестующих отправились в сторону Европейской площади, но и туда их тоже не пропустили. Началась драка полиции и представителей движения ОУН. Время столкновений на Европейской площади пострадали двое правоохранителей. Один активист получил черепно-мозговую травму, пятерых протестующих задержали, включая командира ОУН Каханицкого. Позднее на Майдан с другой группой протестующих пришли парламентарии Семенченко и Соболев. Депутат Соболев ударил полицейского, позднее досталось и ему самому. К девяти вечера протестующие начали расходиться под администрацией президента, кроме полиции, и вовсе никого не осталось. На следующий день, 20 февраля, на Майдане прошла еще одна акция, но она напоминала проплаченный митинг. Больше пяти сотен протестующих прошли колонной по институтской, но развернулись и ушли назад. После митинга они прятали лица, разбивались на группы и ждали, пока с ними рассчитаются организаторы. На 22 февраля запланирован еще один массовый митинг. От Майдана до украинского парламента пойдут ультраправые, национальный корпус АЗОВ, правый сектор и ВОО «Свобода». Сейчас у нас в студии Дмитрий Репленчук, журналист Громадского, который все эти дни наблюдал за тем, что происходит в центре украинской столицы. Дмитрий, добрый день. Все-таки кто те люди, которые, если так прямо выражаясь, мутили воду в центре Киева все это время? Кто они? Большинство это были представители молодежи, представители добровольческого подразделения ОУН, организации украинских националистов. Средний возраст это 16-25 лет. Также были люди, которые называли себя блокадники. Это, по их словам, ветераны, люди в военной форме, которые приехали с Востока и сейчас требуют, по их словам, опять же, прекратить торговые связи с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также все-таки были, не много, но были и обычные киевляне, которые пришли действительно почтить память погибших, принести цветы. Но волей-неволей они попали на этой вещи, которую проводили народные депутаты Егор Соболев, Владимир Поростюк и Семен Семенченко. Также выступал, собственно говоря, Каханирский, которого позднее задержали. А действительно было мало простых киевлян, которые просто пришли почтить память? Потому что мы записали опрос, и в этом опросе говорили люди, что вот я пришла, женщина говорила, положить цветы. Жалко, что народу мало. Киевлян, я не готов судить, сколько именно было. В то время, то есть по состоянию на 2 часа дня 19 февраля, когда начали происходить эти события, было, по моим оценкам, чуть больше тысячи человек на Майдане. Колона, когда двинулся марш, также было тысяча. Когда они пришли под администрацию президента, когда слово взяли Семенченко, Поростюк, Соболев, когда они призвали людей оставаться под администрацией, блокировать вход и выход, людей стало значительно меньше. То есть, по моим предположениям, люди поняли, что что-то не то, что они не совсем пришли сюда почтить память и начали расходиться. По состоянию на 7 часов вечера, когда мы пришли туда во второй раз уже, людей практически не было. Было 100-200 человек. Но можно ли сказать, действительно, что вот эти даты трагические, которые уже третий год, получается, отмечают, вспоминают, используются разными политическими силами в своих интересах? Я ставил примерно такой же вопрос непосредственно Семенченко и Поростюку. Они не смогли конкретно ответить на этот вопрос. Они сказали, что людям надоело, из-за этого они выходят, и вот эти даты, это повод напомнить им. То есть революция еще не закончена? Смотря для кого? Вот для тех людей, которые выходят туда, в том числе и для народных депутатов Верховной Рады Украины. Судя по тому, что я слышал лозунги «Революция», «Банду Гэть», которые все слышали в 2013 году, я так понимаю, что для этих людей она не закончена. По крайней мере, они хотят создать такую картинку. То есть это такие двойственные дни теперь для украинцев? Это и дни памяти, и свидетельства пока того, что... Использовать эти дни, имплементируя свои интересы. Мне кажется, да. И вот как раз насчет того, что закончилась революция или не закончилась, мы записали опрос. Я напомню, что у нас в студии был Дмитрий Репленчук, журналист Громадского. А мы предлагаем тебе, Дима, нашим зрителям посмотреть сейчас опрос, который записал наш коллега Юрий Петрушевский. Он как раз задавал вопрос людям на улице, что станет для вас сигналом, что революция закончилась. Как вам кажется, Майдан достиг своих целей? Нет, конечно нет. Каковы цели Майдана? Что нужно было сделать? Где эта конечная точка? Это новая страна должна быть, прежде всего. То есть это не должна быть коррупция, должна быть нормальная человеческая взаимоотношение, прежде всего. Перед общества появляется очень много вызовов. Экономические, безопасности, общественного развития, охрана работы. Реформи идут, но мы видим, что они идут достаточно повильно. То есть говорить, что Майдан за Кевчинсом, нет. Это большой шлях. И, как говорят в некоторых странах, который может займать 200-300 лет. Неможливо сказать, что мы это сделаем за одну ночь, або даже за три года. Нет. Возрастает новое поколение. И мы имеем надежды, что именно они смогут поменять и думку, и поведение. Остаточная революция должна закончиться, как бы была повноценность політичной элиты. А на самом деле, произошла определенная подмена, то есть те же самые обличия у нас появляются в политике, если брать этот исторический вектор. Но Майдан и его идеи должны закончиться тогда, когда хотя бы 70% населения Украины будут ценностно высшими и проукраинскими, проевропейскими, которые будут думать категориями, категориями правды, честности, гидности, веры и единности, то, что нам бракует. Чтобы власть почувствовала, что ей надо уходить или что-то делать, чтобы народ лучше почувствовал жизнь. А что ж оно до такой степени, что народ уже не наюдается, комуналку подняли сколько. Ну, народу живется очень-очень тяжело. Так что революция закончится тогда, когда их уберут. Революция в нас никогда не закончится, потому что пришел такой час, революция – это не только то, что тут стреляют, сутички проходят, это не только война. Я считаю, что революция – это реформи, которых никто не проводит, которые нужны. Вы понимаете, что если мы сейчас, на данный момент, не сделаем, если мы не соберемся нацию всю в кулак, и мы не будем бороться так, как следует, и не отстоим Украину, то ее не будет. Моя желание и думка такая, чтобы в Верховной Раде было много настоящих украинцев, а, на жаль, мне так кажется, что 80% в Верховной Раде сидит врагов народу. Она мало места, только в разные исторические периоды затихала, поднималась, не на таком личном уровне, не на таком массовом, но она мало места. И сейчас она более загострелена, более масштабная и более, так бы, болючая. Когда будут два вопроса решения, первое, как говорят, национальное, то есть, когда, скажем так, национальная элита прийдет к владею, первое, и в социальном плане, когда будет не олигархия, а то, что называется народ в Конституции Украины, выбирать эту владу. Это тяжело ответить, очень тяжело, потому что перед очами стоят хлопцы эти, понимаете, эти дети. Редактор субтитров А.Семкин